Великолепный футбол 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 Воздух мы, даже имея в составе Антона Заболотного, который играет хорошо головой, здесь мы не выиграли, потому что действительно они очень здорово и по манарю, и Локтионов играет вверху. Здесь вот расчет именно был на то, что мяч вниз положить, еще за счет быстрых скоростных действий дриблинга получить преимущество и в центральной части, и особенно в завершающей стадии под них расчет был такой. И очень хорошо сыграли. Мяч забил, и они, собственно, скоро бы мы разыграли эту комбинацию. Говорят, что как-то сложно добирать с детьми, нет? Ну, сложность как сложность. У нас было запланировано одно, мы должны были влететь в ЧАП, потому что авиакомпания, которая нас обслуживает, подвели нас, и в последний момент в успешном порядке меняли билеты. Ну, благо, руководство клуба очень хорошо и оперативно сработали. Да, были сложности, потому что вся ночь мы в 7 вечера уехали, и в 5 утра прилетели только сюда. Вся ночь разбита была, все. Ну, ребята восстановились, привели себя в нормальное состояние. Как таковое на качество игры не повлияло. Кто все-таки, факел в этом сезоне постоянно пропускает, кто сегодня был виноват в голе? Ну, там настолько скоротечный момент, мне трудно судить, потому что там судал, как-то надо смотреть все. Но претензии здесь в большей степени никто виноват. Виновата вся команда, потому что игрок, принимающий мяч на бровке в данной ситуации, Павленко, насколько я не ошибаюсь, дали возможность сделать нацеленную передачу, хотя здесь должны были блокировать. С одной стороны, он был ограничен бровкой, и три человека выпустили, дали возможность ему сделать передачу. А кто виноват, виноваты все. И я в том числе, наверное, что, хотя объясняли все это, что как действовать. Но вот эти пробелы, промахи в обороне, это уже такой сетенатический характер? То есть не получается, что... Ну, если брать, у нас произошла ротация состава в межсезонье. И, в принципе, у нас появилась очень много, большая группа новых игроков. И это требует времени для того, чтобы ребята сыгрались. Линия обороны, вот у нас начинали, но у нас начинал один Могилевский, три новых защитника Багаев, до этого Степанец, который сейчас травмирован, Абазов, знакомый вам всем по выступлению в прошлом году за Тюмень. Три новых игрока было вообще, здесь и в средней линии. Вопрос времени, все. И да, у нас это... Озабоченность есть в этом плане, что... Ну, сегодня вот более строго, более строго сыграли в обороне. То, что мы практически... Ну, не практически во всех играх мы пропускаем. Это... Мы над этим будем работать, но, опять же, сочетание, что новые игроки требуют время. Забиваем достаточно, ну, для депутанта немало, вот, забиваем. Ну, и в каждой игре пропускаем. Есть над чем работать. А Шаховым доволен сегодня? Шаховым, да, доволен сегодня. И не потому, что он гол забил. Это стандарт, в котором Виталик принимает участие, все. А так, в принципе, всю борьбу он выиграл и достаточно внизу неплохо сыграл. Все, по качеству игры, я надеюсь на то, что вот игры к игре будет прибавлять. В прошлом сезоне в Тюмени играл Олег Семсонов, футболист вроде бы с именем, но вот у нас он свои лучшие качества, когда вас не сумел до конца проявить, как бы, в папиле. Ну, понимаете, в чем дело. Да, Олег достаточно квалифицированный игрок и, скажем так, поиграл в клубах премьер-лиги, да. Он пришел к нам уже перед самым началом чемпионата, как и некоторые игроки тоже самое. Прямо непосредственно уже перед началом чемпионата. Ну, к великому сожалению, он пришел не в оптимальном уровне готовности, но связано с тем, что с Тюмени он ушел, был без команды, но он сам в Воронеже с области, и мы пригласили его, все, он принял это приглашение, да, не был готов. В первой игре он получил травму, потом, не долечив ее, усугубил, и просто он сейчас травмировал. А так, и урок квалифицирован, на который мы рассчитываем, что когда он приведет себя, залечит травму, приведет себя в нормальное состояние, наверняка он усилит атакующий потенциал нашей команды. Павел Константинович, факел, даже играя во второй лиге, является одной из самых посещаемых команд в России. Вот в чем секрет воронежского футбола, потому что любят другие менталитеты? Ну, секрет, наверное, прост. То, что в Воронеже футбол любят и понимают, это один фактор, да, это фактор болельщика. Второе, то, что во второй лиге, допустим, играл, если вы знаете, что прошлый сезон прошла команда без единого поражения, да, в 30 играх, 25 побед и 5 ничьих. Наверное, то качество футбола, которое команда показывала, ну, не во всех играх, но в основном, наверное, тоже это имеет какое-то значение. Ну, и то, что мы играем для зрителей, а зрители любят команду и поддерживают, вот эти факторы являются определяющими в той посещаемости, которая есть на играх факела. А вообще пиар-служба у вас как работает в городе? То есть, какие-то акции, может, везде баннеры, там, то есть, вот, приехав в город, у нас не всегда нужно узнать, когда играет наша команда, а как у вас? Нет, достаточно клуб все делает для того, чтобы пресс-служба, все сотрудники клуба для того, что в средствах массовой информации все время идет и бегущая строка, и объявления, и все. Ну, я скажу, что это имеет место быть, но там даже если бы объявлений не было, то это сугубо мое мнение, если бы не было, просто команду любят, очень любят в регионе, в городе, поэтому здесь взаимная любовь. И команда, болельщикам, болельщикам в Кальмане. Когда вас, например, в лиге увидим? Я думаю, что в ближайшие два года команда «Факел» будет ставить задачу выхода от премьера. Это мое, опять же, чисто с профессиональной точки зрения, те, скажем так, отношения региональных властей к команде, отношения президента клуба Евгения Михайловича Северина, болельщикам, то, что есть в городе, там немножко нужно инфраструктуру еще подтянуть, и ближайшие два года эта команда будет ставить задачу. Но мы провели плохой матч, плохой. И во всех компонентах игры действовали очень слабо. Это, кстати, касалось психологической части подготовки к игре, потому что в первом тайме команда выяснила, что она не готова своей волей рисковать, не хватить инициативы. Мы слишком много сопернику позволяли, то есть фактически соперник играл без должного давления, поэтому у него и завязалась конвенционная игра, а потом разрушить ее очень непросто. Большими ошибками действовали в обороне, и оба гола еще целый ряд моментов. Проиграли середину поля, да и в атаке много суеты было, а те немногие моменты, которые нам удавалось создавать, очень умело судьи разрушали. Вот отсюда. Почему так произошло, сейчас ходу так не готов сказать. Надо разбираться, беседовать с футболистами, паранозировать тщательную игру, посмотреть. Но проиграли мы по игре. Спасибо, пожалуйста, вопросы. А уже удалось сейчас посмотреть, когда маркетинский штрафной фаул? В середине второго тайма. Тот пенальти. Да, на скором моменте. Я не комментирую действия судьи. Но всему стадиону показалось однозначно, и этот же арбитер еще более однозначный пенальти не дал в прошлом сезоне. Ну, если бы хоть один из зрителей судил этот матч, может, он бы однозначен. Судили не они. В основном, в межкоманде появилось уже пять форвардов, как-то попроще стало. Ну, вот мы попробовали, вы видели, вышел во втором тайме. Вышел маркетин. Какую-то остроту он, конечно, создал, но и пользы, и вреда было полно. Потому что он четырежды попал в офсайд. Вот это такое стремление там открыться, убежать. Где-то эмоции. Надо действовать более осмотрительно. Это же срыв атаки положение вне игры. Но в целом, конечно, видно, что он нацеленный. Хорошо, что эти ребята валились. У нас будет возможность где-то варьировать состав, если они будут в порядке. Петя Владимирович, Роман Локтионов любит соперников очень высоко встречать. Иногда это вот таким приводит ситуация. Сегодня прыгал на взобилие. В особенности, так вот он привык играть перескованно. Я думаю, он и сам сейчас не объяснит, почему он так сыграл. Обстановка абсолютно не вынуждала покинуть свою золу, уменьшить линию обороны до критического количества игроков, выдернуться и проиграть мяч, потом создать оптимальные условия для контратаки соперника. Хотя, я думаю, что его партнеры по обороне могли исправить ситуацию. Они тоже там действовали неверно. Поэтому призвали. А готовы были, что Факел лучшего бомбардирова своего ставит, а юного кеменского воспитанника вас снова поставит? Берегов-то пас. Вот он вам все расскажет. Это тем, что я Факел. Противление могу вам говорить о Факеле. Это их право, кого ставить там, кто там. Это их проблема. Но сегодня они оказались сильнее.